Народ, всем привет! Приветствую вас на своем канале, на канале Стройдом. С вами Рессорных Дел Мастер Иван. Сегодняшнее видео будет про вот этот Каби. Это 560-й Каби. Он у нас приехал со стороны Москвы, точно с какого города, не знаю. В общем, приехал он на переделку Рессор, так как здесь вот в Москве где-то собрали ему Рессоры таким вот образом. И маленько тут переборщили, борщинули слегка, так скажем, с клиренсом и вообще с конструкцией. То есть стабилизатор отсутствует, а морды стоят, пневма стоит еще, которая ему по большому счету нахрен не нужна. И самое главное, у него отсутствует нормальная стабильная управляемость. То есть сейчас будем это все переделывать. Это второй прицеп в этом году, который я буду переделывать. То есть будем менять ось на другую. Ну то есть из этой сделаем нормальную православную ось, сделаем нормальный православный подрамник и уйдем от многих, так скажем, моментов, которые в этом прицепе есть, негативных. То есть вроде Рессоры Рессоры рознь, короче говоря, вроде это Рессора, но очень сильно качается. Тест Белямкина здесь точно будет провален, потому что она раскачка, она вот только в подушке упирается. То есть Рессор ему мало, качается просто, ну очень сильно. Мои прицепы так не качаются. И странное какое-то крепление, я начинаю бить по колесу. И вот здесь вот маленько подрамник отпал, короче, от рамы. Это не есть хорошо. Ну тут вот непонятно, что произошло с локером. Не знаю, кто это и когда делал. Но смысл вот такой, то есть нельзя так делать. Рессора надо ставить шире. Вот такое вот недопустимо. И 100% будет жор резины со временем, он согнет это все. И все вот эти усиления порнушные, которые связаны с балкой, они тоже, ну, полезности ему не делают. Нормальная рессорная подвеска без приема подушек себе должна чувствовать совершенно прекрасно. Поэтому вот, друзья, вот такое порно к нам приехало. Сейчас будем православно его восстанавливать, так скажем. То есть делать как положено. Так, друзья, сегодня новый день, сегодня воскресенье. Но мы вынуждены продолжать по той причине, что человек издалека приехал. И наша задача побыстрее отдать его прицепу. То есть у нас всего там 7 дней, можно так сказать. 6-7 дней. Так вот, во время разборки, что мы сегодня увидели? Мы увидели, что вот это новое зимнее колесо, его расходуют внутри. Поэтому было принято решение. То есть неравномерный износ. Это говорит о том, что вон та ось, которая у нас вон там лежит, она потеряла свою геометрию. Потому что, когда я изготавливаю рессорные ось, я никогда не навариваю на нее никаких дополнительных вот таких элементов. То есть вот это вот завод, заводская ось, насколько я понимаю. Ну, изгиб есть, да. То есть ее погнуло. Погнуло ее по той причине, что нельзя делать вот такое большое расстояние между вот этой опорной частью колеса и рессорой. То есть большое расстояние, оно такой 5-мм металл согнет. Так делать категорически нельзя. Я сейчас буду ее распиливать, эту ось, и мы будем делать нашу классику из НКТ-шной трубы. То есть эту трубу придется выбросить. Потому что ось новая, но несмотря на то, что она новая, вот смотрите, все приобретали прям новую. Потому что с завода здесь стояла BWP. Потом мне непонятно, почему в районе передних рессор ребята не закрепили болтами к раме. То есть вот здесь просто имеется щель. Тогда я, грубо говоря, брал вот так и бил по всей подвеске. И ее передняя часть ходуном ходила. То есть прикрутить там два болта, и жесткость конструкции бы увеличилась. Плюс вот эти подушки, они не обеспечивают... Вот смотрите, на каком уровне рессора, на каком уровне подушка. То есть мы сейчас его вывесили, прицеп повис просто на подушках. То есть ход подушки, ход рессоры на отбой вообще не посчитан. Стоят огромные амортизаторы, подушки, рессоры. При этом прицеп качается, тест Белянкина не выполняет вообще. Белянкин бы увидел бы, обоссался бы точно. Вот, поэтому сейчас это все снимем, ось распилим, отвезем токарю. И будем собирать потом в обратном порядке это по-другому чуть-чуть. Так, друзья, продолжаем ремонт этого прицепа. Переделку, так скажем, с рессор на рессоры. В общем, вот нам нужно сейчас сделать новую рессорную ось. В общем, вот такую ситуацию я обнаружил. То есть... То есть вся ось держится тупо на сварке вот здесь. Я так понимаю, что это завод все-таки делает. Но делает таким образом, что никаких элементов здесь дополнительного усиления, которые бы давали ему возможность, так скажем, более крепко держаться. То есть когда я, допустим, собираю ось, то у меня есть гильза, которая выступает на 6-7 сантиметров вот от этой точки. И получается, что она держится тупо за счет натяга и плюс сваркой. Здесь вообще держится все только за счет сварки. Мне кажется, это решение крайне неправильным. И поэтому не зря я его решил эту ось, так скажем, распилить. Вот от нее осталась только вот эта вот профильная труба. Ну там чисто визуально шестерка или пятерка. Не знаю, не мерил. Вот, поэтому это у нас металлолом поедет. А там что делать с этой частью, пока еще даже не знаю. Надо вести токарю. Возможно, вот эти цапфы будут изготавливаться новые. Для того, чтобы мы могли просто потом этот квадрат надеть уже на новую цапфу, напрессовать все на трубу и сделать надежную ресорную ось, чтобы ее не согнуло. Так, друзья, всем привет. Сегодня у нас очередной день, связанный с ремонтом этого прицепа. Каби, который у нас пришел на переделку, так скажем, после обрисоривания неудачно выполненного. Я еще вам не рассказывал про то, что на этом прицепе стояла новая ось, потому что штатная у него должна стоять BWP, вот такая. Вот с такими барабанами, с такими ступицами. Но во время обрисоривания, видимо, установили другую, свежую или новую ось. Так вот, про эту ось есть что рассказать. То есть, во время обрисоривания мной было принято решение из этих ступиц сделать новую нормальную ресорную ось, потому что ее согнуло, она была неровная, она была некрасивая, она мне не понравилась. В результате вот я распилил эту ось и увидел следующее, что у нас весь вес прицепа держится тупо вот на этом сварном шве, который идет вот по периметру, к этому квадрату приварен. То есть, никаких внутри закладных, никаких элементов, которые бы могли усилить, так скажем, и распределить нагрузку, снять ее только со сварки, перенести ее на тело трубы, нету. Поэтому было принято решение сготовить новые ступицы, другие на токарном станке, и оставляем старые 200-е алковские барабаны. Хотя, судя по весу прицепа, я бы сюда поставил 230-е, если бы они здесь были. То есть, эффективность тормозов будет на пределе для такого прицепа. Скорее всего, это будет прямо на грани, и колодки он будет сжирать за 2 месяца при интенсивной езде. Вот у нас уже готова новая ось с новыми ступицами. То есть, мы ее изготовили, приварили, покрасили, все сделали. То есть, она готова к установке. Сейчас мы ее будем монтировать на место и будем производить финишную сборку, финишные настройки. То есть, у нас подрамник уже стоит, рессоры стоят. То есть, будет стабилизатор поперечной устойчивости. Все остальное, что необходимо для того, чтобы этот прицеп реально нормально ехал. Чтобы он у нас был, выглядел хорошо и при этом ехал хорошо. Кабики ездят на рессорной подвеске отлично. Поэтому я думаю, что все будет гуд. Так что вот, продолжим, увидимся. Друзья, вот все, ось на месте. У нас мы ее водрузили, собрали барабаны, все тормозные механизмы. Вот она, наша новая ЦАПФа, которую мы сделали с ноля, грубо говоря, под эти барабаны. И получается, смотрите, когда прицеп на старой подвеске у нас висел на 5 поддонах, то есть, сейчас у нас 5 поддонов, получается, что он здесь касался земли. То есть, смотрите, в вывешенном состоянии, насколько сантов, он у нас получится уже ниже. Обычно я говорю, что прицеп у нас поднимается, здесь у нас прицеп станет ниже. То есть, и артикуляция все равно будет точно такая же, как у той старой подвески, которая здесь стояла. То есть, артикуляции подвески здесь останется достаточно для того, чтобы прицеп шел мягко. И в нагруженном состоянии он будет значительно ниже и будет смотреться аккуратно. Особенно после одного года эксплуатации, когда рессор распрямится уже под нагрузкой, под большой. И вообще будет смотреться практически по-заводски. Но при этом сохранятся ходы подвески достаточно для того, чтобы прицеп ездил хорошо и мягко. Так что оставайтесь с нами, покажу, как он будет выглядеть, стоя на колесах.